Добрый день! Сегодня я предлагаю поговорить о том, как же стать сотрудником ВСИН, где готовят таких специалистов и кого ждете на службу? Мы принимаем на службу граждан до 40 лет. Получить профессию сотрудника уголовной исполнительной системы можно в высших учебных заведениях в СИН России. Они есть в разных городах. Это университет в СИН России в городе Санкт-Петербурге. Также есть академия в Рязани в СИН России. Также есть Псковский филиал академии, Владимирский институт, Вологодский и Воронеже. Также есть институт в СИН России. То есть практически вся территория? По всем, да, можно получить профессию. Поступают точно так же, как после 11 класса, да, те, кто получил. Но есть у вас же еще и кадетские классы, где, возможно, вы даете направление. Есть, есть кадетские классы, да. Также даются направления. Но это школьники, а это уже курсанты. Это уже курсанты. Да. И какие специальности там можно получить? Потому что, наверное, некоторые думают, те, кто невнимательно смотрит наши программы, что это только охрана осужденных. Ну нет, конечно. Вообще уголовная исполнительная система, это, можно так сказать, государство в государстве. Поэтому направлений деятельности огромное количество. Это и медики, и экономисты, и бухгалтерии, и психологи, инженер. Ну, то есть абсолютно разные. Поэтому специальности, такие как юриспруденция, правоохранительная деятельность, тыловое обеспечение, организация режима в уголовной исполнительной системе, организация исполнения наказаний без лишения свободы, без изоляции осужденных от общества, психологи. Ну, то есть абсолютно разные есть. И всему этому учат вузы, которые вы перечислили. Вузы разные. Чем отличаются высшеучебные заведения вашей структуры? Естественно, есть льготы для курсантов. Это ежемесячное денежное довольствие в зависимости от курса. Также это обеспечение жильем на весь период обучения, обеспечение трехразовым питанием, установленной форменной одеждой, страхование медицинское, бесплатное медицинское обслуживание. Естественно, стопроцентное гарантированное трудоустройство после обучения в органах, учреждениях в СИН России. Также хотелось бы отметить, что обучение, срок обучения входит в стаж службы. Это очень важно. В соотношении один год обучения к одному году стажа, к пенсии. То есть это все учитывается. Также курсанты принимают участие в различных творческих мероприятиях, спортивных, на территории всей страны. Тоже все за счет Федеральной службы исполнения наказаний. То есть если вчерашний школьник захочет поступить в ВУЗ в СИН России, он должен брать, прийти в ВУЗ, взять направление какое-то? Или он просто поступает, чтобы гарантированно вернуться сюда, сюда же домой? Поступает, сдает экзамены. Это русский язык, общество знаний, история. Также общество знаний сдается непосредственно в самом высшем учебном заведении, а остальные можно ЕГЭ принимаются. Но единственное, конечно, должно у кандидата отсутствие судимости и у близких родственников также. А так все, да, поступает, сдает экзамены и принимается в ВУЗ. Для ребят служба в армии она необходима? Нет, дается отсрочка от армии. На весь срок обучения и дальше в случае трудоустройства в органы и учреждения ВСИН России также идет отсрочка от армии. Я много лет уже не устаю повторять, что у нас региональный ВСИН – это такая большая семья. Вы всегда отличались очень дружным коллективом. А вообще, что можно в целом сказать? Почему все-таки служба в уголовно-исполнительной системе имеет свое преимущество? Ну, естественно, как вы сказали уже, это большой дружный коллектив. У нас есть институт наставничества. Мы всегда поддержим молодых сотрудников во всех начинаниях, помогаем в служебной деятельности. Ну и вообще сотрудник, он социально защищен. У нас есть очень большое преимущество – это право на исчисление лет льготных для назначения пенсии. То есть у нас один год за полтора года службы. Соответственно, если отучились в ведомственном ВУЗе, потом трудоустроились в уголовно-исполнительную систему, уже в 33 года можно стать пенсионером. Но насколько мне известно, что у вас уходить со службы не очень народ хочет, да? Нет, конечно. И дальше еще десятилетия. Конечно, у нас предоставляется служебное жилье, также ежемесячная выплата денежной компенсации за наем жилого помещения. Также сотрудник имеет право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение либо строительство жилого помещения, бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях, обязательное государственное страхование жизни и здоровья, то есть при получении какой-либо травмы сотрудник получает также компенсацию. Также отпуск, у нас основной отпуск и дополнительный за выслугу лет от 50 суток сотрудник в течение года отдыхает. У нас есть также санатории ведомственные, сотрудники имеют право на получение санаторно-курортного лечения, здравительного отдыха в санаториях в СИН России и МВД России. Есть прекрасные санатории, это Калининград, это Анапа, Подмосковье, Нальчик, Крым, то есть по желанию, да. Это в наше такое непростое время, когда человек просто очень многие, большинство мечтает о какой-то стабильности, вот она у вас есть. Здесь стабильность есть, да, это регулярное примирование, это ежегодное получение материальной помощи, зарплата стабильная. В этом году также по поручению губернатора младший состав, начальствующий уголовно-инспортной системы, вот у нас в регионе, получает также дополнительную социальную выплату, ежеквартальную, более 10 тысяч рублей, это в дополнение к основному заработку, к основной зарплате. Кого ждете? Это молодые люди или это и девушки? И девушки, и мужчины, до 40 лет мы принимаем. Главное условие, конечно, отсутствие судимости у кандидата при приеме на службу и у его близких родственников, а так принимаем с удовольствием до 40 лет. Всех приглашаем стать сотрудником уголовно-инспортной системы. У нас вообще на территории Тверской области подразделения есть в разных городах. Это и Вышний Волочок, это Бежицк, это Андреаполь, Ржев, Балагое, то есть везде есть подразделения. Нелидово еще. Нелидово, также уголовно-инспортная система, филиалы, они в других районах находятся. Поэтому на территории всей Тверской области есть подразделения, куда можно трудоустроиться. Вся актуальная информация у нас размещена на официальном сайте УФСИН России по Тверской области. Там есть актуальные вакансии, которые обновляются постоянно. Также можно связаться с сотрудниками отдела кадров управления. Они проконсультируют по всем вопросам, все объясняют, все расскажут. Все контакты также на официальном сайте расположены. Ну я думаю, что прилив молодой крови, так называемый, вам гарантирован. Служба, я от себя просто добавлю, очень интересная. Уже несколько десятков лет я наблюдаю, сотрудничаю с вами. Это действительно очень интересно. И такая стабильность, она не везде. Конечно, мы выполняем социально важные очень задачи, я считаю. По исполнению наказаний уголовных, по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Вообще обеспечиваем правопорядок на территории страны. Поэтому всех, кто хочет связать свою жизнь с службой Родины, мы приглашаем в ряды сотрудников региональной уголовно-спортной системы. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Анна Чудзинова, начальник пресс-службы УФСИН России по Тверской области. Спасибо, всего доброго. Спасибо, до свидания. Берегите себя, до свидания.